Уважаемые друзья, дамы и господа, переговоры с президентом Арабской Республики Египет Абдул-Фаттахом сессии прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Мы обвинялись мнениями по всему комплексу российско-египетских отношений, которые всегда носили дружественный и взаимовыгодный характер. В последнее время двустороннее сотрудничество развивалось особенно активно, чему способствовали наши регулярные контакты с египетским руководством и лично с господином Сесси. Сегодня состоялся подробный разговор по торгово-экономическому сотрудничеству. В частности, отфиксировано, что в 2014 году двусторонний товарооборот вырос на 86%. Правда, в текущем году в первой половине и курсовая разница, и неблагоприятная конвентура сказались и на нашем торговом обороте. Произошла некоторая корректировка в сторону понижения. Мы договорились с господином президентом приложить необходимые усилия, чтобы ослабить влияние внешних факторов, вывести товарообмен на траекторию устойчивого роста. И мы договорились с господином президентом в том, чтобы ослабить влияние внешних факторов, чтобы ослабить влияние внешних факторов, вывести товарообмен на траекторию устойчивого роста. Среди конкретных шагов по дополнительному стимулированию экономики возможно создание зоны свободной торговли, по сути, зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом, и использование национальных валют во взаимных расчетах, содействие инвестиционному сотрудничеству, инвестиционным потокам. В Египте уже действует более 400 компаний с российским капиталом. Реализуются крупные перспективные проекты. Ожидаем, что осуществляемый вклад в эту работу, существенный вклад в эту работу внесет и создаваемый совместный фонд с участием инвестиционных структур России, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Успешно продвигаются энергетические проекты. У нас в Египте работает и Роснефть, и Газпром, и другие наши компании, в том числе и компания Лукою. Один из крупнейших двусторонних проектов – это строительство в Египте атомной электростанции по российским технологиям. Специалисты обеих стран завершают проработку практических аспектов сооружения этой станции. С учетом недавнего запуска в Египте обновленного русла Суэцкого канала обменялись соображениями по вопросам расширения производственной кооперации и возможного создания российской промышленной зоны. Важное направление сотрудничества – сельское хозяйство. Египетские экспортеры успешно используют возможности нашего рынка, которые открылись дополнительно после принятия России ответных ограничительных мер в связи с санкциями Евросоюза. В первом полугодии этого года импорт продовольственной продукции из Египта увеличился более чем на 8%. В свою очередь, Египет является крупнейшим потребителем российской пшеницы. За прошлый год наши поставки зерна составили 4 миллиона тонн, и это 40% потребности Арабской Республики. И в этой связи обсудили перспективу участия российской стороны в строительстве на египетской территории объектов зерновой инфраструктуры. Прорабатывается вопрос о поставках для нужд египетской национальной авиакомпании самолетов сухой Суперджет-100. Россия продолжает оказывать содействие в подготовке квалифицированных кадров для Египта. Как известно, Египет превратился в одно из самых популярных мест отдыха для граждан России. В 2014 году египетские курорты посетило рекордное количество россиян, около 3 миллионов человек. И это на 35% больше, чем показатель 2013 года. Конечно, в ходе переговоров обменялись мнениями по актуальным международным вопросам. Обе стороны считают, что наращивание российско-египетского внешнеполитического взаимодействия отвечает коренным интересам наших стран. Продолжение следует... Продолжение следует...